Здравствуйте! Цены на газ в нашей республике продолжают волновать дагестанцев. Уже было очень много заявлений по этому поводу, но попытаемся сегодня в подробностях разобрать тему с руководителем Ассоциации АЗС Дагестана Магомедом Абакаровым. Магомед, салам алейкум. Салам алейкум. Итак, цены поднимаются. Было много различных объяснений в связи с чем происходит такое поднятие. Но давайте сейчас попробуем уже подвести итоги, что действительно является причиной поднятия цен. Ну, да, на самом деле очень много было сказано и очень много было негодования наших автозаправщиков, конечно. Много даже больше, наверное, автовладельцев, которые заправлялись. Не только, да, и автозаправщиков, автозаправщики это и есть автовладельцы. Да. И она никому не выгодна, эти высокие цены, в том числе и хозяева автозаправочных станций, потому что оборотные средства надо поднимать. Поэтому эта ситуация, она никому не выгодна. И ранее мы и говорили, и сейчас тоже говорим, наши юристы, когда мы наводили справки, почему цены начали расти на биржах, на заводах. Ну, была такая тенденция, это дефицит. Образовался дефицит по ряду причин. Это то, что Астраханский МПЗ уже с мая месяца стоит. Это авария Уренгоя. Тоже на газоотпускающей станции. Да, там переработки идут. Это один из крупных, это газпромовский завод, сургутский. Это базис в основном, где наши владельцы от заправочных станций, где закупы делают. И экспорт. Потому что очень много экспортируется. Хочу сказать такую вещь, что вот этот смесь пропан-бутана, его не только используют для автомобилей, его также используют и в нефтехимии, в ЖКХ, потом полимеры делают, духы делают. Поэтому ее закупают. Но и до этого тоже был экспорт. Как-то поднялось-то в этом году. Я же объясняю. А произошло изменение цен на мировом рынке? Ну, в том числе и, наверное, произошло. Потому что выгодно стало ее продавать. И там долгосрочные контракты есть. Плюс каждым месяцем, каждым днем, каждым годом увеличивается тот, кто покупает эту смесь. Но я еще раз скажу, что были причины основные, это то, что стали заводы. Заводы стали, поэтому объем, который приобретался на биржах, он в разы упал. Вот я приводил цифры в прошлый раз до 8 тысяч. Вот сейчас у меня есть сегодня, вчерашние данные. Вот за 16.08 всего приобрели 5500 тонн. Это по всей России? Ну, вот оптовый рынок съезженных углеводородов, да. А это мало или много? Очень мало. Допустим, вот здесь есть 28.06, по 02.07, 25.103 приобретено. Потом 29 тысяч. Вот есть 35 тысяч, 29 тысяч. То есть, если в среднем закупалось по 30 тысяч тонн, то сейчас это упало в разы. Да, да. В разы в 6. Да. И как нам объясняют, что сейчас уже более-менее начал стабилизироваться этот рынок, так как мешалось правительство, и цены уже начали на бирже падать. Вот, допустим, «Блукойл» и «Роснефть» увеличили продажи. Мы их заставили увеличить. Правительство, видят, уже обратило внимание на это. Но говорят, что «Газпром» не согласился. А у «Сибура», у них всегда ориентир и план продавать высокие официальные продажи, чтобы у них были. Документально утверждено, у них высокий план продавать. Они сориентированы на это. Вот тот завод, о котором мы говорили, «Сургут», была авария. Он уже частично начал реализацию. Потому что уже есть информация, где-то 756 тонн. Сегодня, вчера мы уже начали реализовать. Но я вас, ну, в прошлый раз тоже, когда меня приглашали, я говорил, что у нас в Нагестане дефицит наблюдается, к сожалению. Многие заправки уже стоят без газа, потому что его не хватает из-за того, что вот этот сбой получился, к сожалению. А из-за дефицита газа не может образоваться еще и дефицит бензина? И может ли это повлиять в итоге на цену на бензин? Очень хороший вопрос. Как раз-таки это и происходит. Во-первых, нерентабельно слишком дорогой газ автовладиться. Нерентабельно, когда они выйдут. Как нам известно, минимум 50% разницы должна быть между бензином 92 и между газом. И, естественно, многие накинулись... Чтобы это было выгодно вообще заливать. Да, чтобы выгодно было заливать. Поэтому многие автозаправщики, они накинулись на бензин. Многие просто из-за принципа начали бойкотировать. Это их право. И, естественно, владельцы автозаправочной станции не были к этому готовы. И они не могли рассчитать свои запасы бензина. И появился дефицит. Поэтому... То есть, если даже это был бойкот, к примеру, причиной того, что у нас стал дефицит на рынке, в том числе бензина, кроме газа, то это означает, что бойкот как-то сыграл в другую сторону, нежели в пользу автовладельцев? Ну, конечно. То есть, мы имеем цены высокие на газ и потенциально могут подняться цены еще на бензин? Ну, так и случилось. Потому что сейчас наблюдается рост цен оптовых из-за дефицита. У нас в Республике Дагестане не только. И СКФО уже на биржах идет рост. И если даже ее купить, то он почти месяц проходит, пока он сюда доедет. До сегодняшней цены биржевые где-то 48 рублей. Это голая цена. 95-го плюс 2 рубля 50 операционка, где-то 50-51 рубль, он до заправки дойдет. Нам будет продаваться дороже. Ну, 4 рубля – это надбавленная стоимость, должно быть в правом поле. Также 92-й рубль разница всего лишь. Уже наблюдается рост на заправках уже 50-53, 50-92, 53-95. Ну, в отличие от СУГа, бензин государством регулируется. Вот мы часто наблюдали, когда цены на газ падали. И, возможно, они начнут падать. Уже начали падать. Сегодня на бирже продавали 54-100. Получается, на 6 рублей он упал уже. 54-100 за тонну. 54-100, 1,7. Округляем этот выход, делим на 1,7. Это где-то 32 рубля голая цена. Но, чтобы мы понимали, 54-100 сейчас стоит оптовая цена за тонну. До подорожания, когда газ был в пределах 25 или меньше рублей. Какая была? 45 рублей. 45? 45, да, 45. Он на 10 рублей резко поднялся, там, в течение, наверное, за неделю. Потом он до 50 поднялся, 52. И вот так он каждый день, только рост был, пока правительство не вмешалось. Есть информация, что они подняли пошлины на месяц сентября. Где-то на 600 долларов. Был 9 долларов, сейчас еще где-то 69 долларов. Это тоже сыграет пользу внутреннего рынка. Будут цены снижаться. Когда цены будут снижаться, опять накинутся покупать ее. Если создадут ажиотаж на низкую цену, опять может дефицит образоваться. Опять может цена подняться. В общем, газ в России, он такой, как вам сказать, здоровый. Поднимается, падает, поднимается, падает. Зачастую мы видели, допустим, в 2018 году газ стоил 30 рублей на заправку. Уже было такое. Потом вот пандемия, когда была, когда границы были закрыты, когда некуда было ее продавать, внутри ее было очень много. Берин не хочу. Он упал где-то до 9-10 рублей тонны. Он спокойно продавался 14-15 рублей. Да, было тогда невыгодно заправляться метаном. Да, и наши автовладельцы, 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 они не стали же ее 30 рублей держать. Ну, плавно. Им что нужно? Им операционка, это 4 рубля на отбавленную стоимость. Все. Они это добавляют в правом поле, без этого невозможно. Это перевозка, это налоги, это коммунальные услуги, это арматизация, это зарплата. Поэтому я и сейчас приведу такой же пример, и тогда тоже приводил. Многие зачастую думают, что мы, владельцы, автовладельцы вольные и вольничаем, и не думаем о населении, о своих братьев, о друзей, о земляках, и что мы на них просто навариваемся. Ни в коем случае такого нету. Мы полностью зависим от биржевых цен. Чем дешевле, тем лучше. Хочу уверить в наших... Но как вы считаете, все-таки, какая будет ситуация в ближайшей перспективе? Ну, раз уже правительство тоже не на словах, а на деле мешалось в эту ситуацию, как минимум, как минимум, до сентября месяца у нас ситуация не изменится, будет чувствоваться рост, рост, можно до 37 газа подняться. Многие заправки, особенно не сетевики, а частники, уже закрылись многие, особенно в горах, к сожалению. Жалко этих людей, потому что это один из источников их дохода. Уже на юге наблюдается дефицит, уже нету негде купить слуг. Но уже через месяц, если вот как аналитический отдел, как нам проинформировал, должно стабилизироваться, и уже цены начнут падать. И думаю, уже ближе к октябрю. Но точно не могу сказать, какие цены будут на слуг, но мы думаем, она снизится. Что делать сейчас тем, кто привык к такой низкой цене, и вынужден был прибегать к рождественным мерам, бойкотировать, но в итоге мы понимаем, что результаты это не дало. Но что делать автовладельцам? Ну, у нас в стране не только же на газ и на бензин цены поднимаются. К сожалению, на все у нас цена поднимается. И зарплаты, конечно, у нас очень низкие. Я вот всегда говорю, в частном бизнесе, чтобы была достойная зарплата, должна быть и маржинальность достойная. Мы почему-то привыкли дипинговать и перебивать торговлю другому. И у нас, вот я вот, с одной стороны, это для населения хорошо, да. Но для частного бизнеса, сегодня он служит артерия, но он и на балкопотече крупный, для него низкая маржа – это пагубно. Какая-то справедливая маржинальность должна быть, чтобы оттуда и достойные заплаты были, и так далее, и так далее. Ну, что могу им посоветовать? Ну, тяжелый вопрос. Тяжелый вопрос. Очень хочется, чтобы и наше правительство, хотя я благодарен, и Министерству энергетики, и Сергею Алимовичу, который дал комментарий по этому поводу. Также у меня есть информация, глава Ставрополя дал комментарий по этому поводу. Там тоже с 27 до 34 рублей газ поднялся. Думаю, как-то надо сделать этот СУГ социально ориентированным, чтобы как-то донести в Дагестане большое количество автомобилей, ездить на СУГе и как-то регулировать эту цену. Но сейчас изменилась ситуация, как я понимаю. Вот в связи с этим поднятием уменьшилось количество людей, которые заправляются СУГом и газом. Так это или нет? Ну, конечно, уменьшилось. И разы, на 30% уменьшилось, на 30% поднялась реализация бензина. Но бензин тоже не решал сегодня. Да, ну, прибегались к газу, потому что бензин был очень дорогой. Ну, государство... Даже несмотря на то, что у людей могли быть хорошие большие внедорожники, но все равно у нас прибегали к помощи газа, газового продвижения. Да, конечно. Поэтому же, допустим, мы, ассоциация АЗС и члены ассоциации АЗС, они, если даже сказали бы бойкот, ну, в какой-то мере они и объявили бойкот, когда слишком дорогие цены, они сказали, ну, нам не рентабельно, у вас покупать за 61, за 62 рубля, газ нам 40 рубля. Кто ее купит? Кто ее купит? Это тоже своего рода сыграл. Но полностью бойкотировать – это более хуже коллапс вызывает. Это тоже неправильно. Как альтернатива, какая бы цена на нее ни была, СУК должен присутствовать, раз уже автовладельцы поставили это оборудование, потратили огромные деньги. Но есть метан, который государство будет субсидировать. У нас уже в Санкт-Петербурге было соглашение по метану. Я думаю, в следующем году будут здесь, наверное, строить метановые заправки. Они уже есть. Если в этом газе смесь бутан-пропана не будет, ситуация меняется, я думаю, многие вынуждены будут перейти на метан. То есть вы видите, выход вообще из этой ситуации, в том числе перейти на метан. и как вообще для автомобилистов, так и для регионов. Ну, в данный момент я вижу, потому что государство на метан упор делает, раз они субсидируют, они будут субсидировать, и даже те, кто будут менять. Установку газового оборота, метанового оборота. Да, есть такая информация. Поэтому АСУК, он в свободном плавании. В России он больше идет опять-таки повторюсь, нефтехим. Нефтехим. Потому что там им выгодно даже плюс 10 рублей. Она приблизительно растет, цена, когда нефтехим ее используют. Он субсидируется только вот это баллоны ЖС, баллоны, которые население привозят. Здесь субсидируют государство. Ну, это для бытовых услуг. Да, да, да. Для бытовых услуг. А вот как автомобильный газ. Победено газа. Но многие введены в такую прострацию в связи с непониманием по поводу метана. Кто-то считает его небезопасным, кто-то, может быть, просто из-за того, что цена низкая, считает, что это не очень хороший выход. Есть ли проблемы с метаном по сравнению, например, с пропан-бутаном? Ну, это оба экологические части газа. Я когда спрашивал у экспертов, они, наоборот, сказали, что метан, он более безопасный. Поэтому чаще всего используют в общественном транспорте? И плюс у нас у каждого в доме этот газ. Мы ее пользуемся. Потом, допустим, смесь бутан-пропан, это третий класс опасности, а метан четвертый класс опасности. То есть он менее опасен? Менее опасен. опять-таки, это говорят эксперты, которые разбираются в этой области. Но он идет по трубе. Естественно, эти метанные заправки будут привязаны к этой трубе. Привязаны. А бутан-пропан мы получаем вагонами, как-то, а он будет привязан к трубе. То есть транспортировка тоже она дешевле и более такая более понятная и более понятная перспектива для себя прослеживать. метан, я думаю, за ним будущее. И если так сравнить, социально ориентировать для населения, это мое мнение, да, государству сегодня выгодно это метан. Что касается качества суга, качества газа, который мы заправляем в своем автомобиле, пока продолжаем заправлять, ходит разговор о том, что для того, чтобы привлечь более низкой ценой некоторые заправки прибегают к тому, чтобы снизить качество, разбавить его чем-нибудь. Такое может происходить? И ассоциации ваши как-то прослеживаете за этим? Ну, не исключено. У нас же, как и в любом другом бизнесе, присутствуют недобросовестные участники. Но у нас ассоциация около 100 заправок. Мы за каждую АЗС отвечаем. У нас есть реестр, адресами, я могу их обнародовать, чтобы любой мог заехать туда и заправился. И мы гарантируем, что в этих заправках ни бензин 2-5, ни дизель, топлива, ни сок не будет там, как народе принято говорить, бодяжины. Он будет соответствовать ГОСТу, и любой может пригласить компетентных органов, чтобы они взяли образцы. То есть 92-й бензин это 92-й бензин? 92-й это 92-й. Да, 95-й, 95-й. Зачастую слышу, там, жалуются на бензин. Я всегда говорю, если заправился, то зафиксируй, требуй. Мы, ассоциации, будем помогать в этом. Мы за качество и за безопасность. Это наша принципиальная позиция ассоциации, чтобы в республике Дагестане присутствовал качественный продукт. Но мы надеемся, что этот продукт будет еще доступным и совсем скоро так и произойдет. Но мы надеемся на это. Но опять скажу, мы никак не можем влиять на ценообразование, на дефицит или не дефицит этого продукта, потому что это не наша компетенция, потому что мы можем просто об этом говорить. И чтобы наш посыл, надеемся, и Министерство энергетики, и руководство наше будет как-то доводить. Но и в итоге все это возымеет эффект, и цена стабилизируется, и будет более приятна для наших жителей. будем ожидать и наблюдать за ситуацией. Спасибо вам, Магомед, что сегодня пришли к нам и желаем вам успехов. Спасибо. Это были подробности. С вами был Тельман Раджабов. Даст Бог. Еще увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok